всем привет доминоники если вы были персональным фанатом джон хёна из шайни то можете лучше выключить это видео потому что мы с вами сегодня слушаем джон хёна песню elevator в его исполнении почему я решил посмотреть ее потому что видео получается видео про трудный путь кей-поп айдола от ари ранг который вы можете посмотреть ну мою ри мою реакцию и само видео ссылку на на само видео оставлю в описании но реакцию в подсказках можете посмотреть вот там был момент про то как а ю вы вроде как или сюзи рассказывала но они все были вот друзьями рассказывала про джо про джон хёна и мне стало интересно после этого видео после того как там не в комментариях кто-то кто-то писал еще про него вроде бы мы сами смотрели песню а ю с шугой эй там вы тоже писали про про него место интересно типа что вообще себя представляет я даже не знал открыть из какой в принципе групп он окон из группы шайни довольно старые такой же группы которые чем-то 2010 году что-то выпускала вот он из группы шайни он покончил с собой вроде как в 2017 году если я ничего не путаю вот очень там грустная печальная история он действительно был очень крутым очень классным очень умелым очень профессиональным таким артистом который мог и умел но вот так вот сложилось что он покончил с собой это было конечно огромная потеря для всей гиппоп индустрии потому что стало реально вот а айдолами возможно тем на кого ровня ровнялись впоследствии будут еще ровняться другие трени а мы с вами смотрим песенку elevator с русскими субситрами его исполнение посмотрим что он как он где он в каком стиле рэп вокал что вообще я не смотрел ни одной песни с его выступления я смотрел только трибьют шайни где они где они поставили микрофоны и посередине стоял его микрофон и включили когда они пели песню то партия джоан хиона была просто как записанная шла вот подписываться на если не подписаны ставьте лайк и комментарии за ссылку на поле с моими реакциями будет все не под видео нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать уведомления на видео пишите комментарии рассказать друзьям и погнали посмотрим с русскими субситрами если что пианино но это скорее всего как-нибудь полу баллада вот я сразу вот я поставок все это почитал мне стало интересно вот вообще про песни шайни посмотреть что они делали его и я вам скажу их стиль извлечения извлечения звук и пение он такой какой-то еще немного полу оперный то есть там вот это вот еще такая вот старина немного прослушивается потому что у них изучение немного отличается от современного звука там возможно это из-за того что не так много много как компрессия тюны и обработки я про записи говорю хоть что я заметил сразу у него очень собранный звук он тихий и вот он даже тихо он исполняет очень-очень собранный и на и насыщенный звучит очень срочно даже в рамках того что это тихо дополняется еще эхо бэками у него не очень у него не очень высокий тембр он такой очень средний очень и снизу и сверху у него вот все вот в этом вот и вот есть но он очень собранный извлекает звук то есть видно что он может очень сложно сохранить вот такую особенность когда ты поешь тихо то есть это такая внутренняя просто организация вот в голосовом аппарате это просто очень сложно очень выразительно очень выразительно это любовная какая-то баллада и что я просто я в текст немного заглядываю конечно ну да это баллада но и я всегда еще и таки не знаю а и а и я вы просто вы чувствуете все эти эмоции которые он передает буквально свой голос и это просто на высшем уровне я постоянно смотрю вот эту запись эпизод 4 конец вот это конец мне взорвал просто вы послушайте вот тут вот в самом-самом конце с какими просто чувствами он произнес вот 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 это же шикарно это просто очень четко очень красиво короче я могу сказать что это просто очень оточенный очень натренированный вокал возможно мы тут не можем оценить мы можем оценить то каким спектром эмоции обладает его голос и как он умеет его подавать возможно тут тут не было какой-то очень там высокой си сильный и такой выражающий какой-то драмы по партии низкой который там выражает глубину его темность темной стороны эмоции чувств но это все равно было очень классно сделано я говорю это не с точки зрения его фаната с точки зрения вот просто слушали слушатели который с ними знакомиться я могу сказать что вот он произвел на мне впечатление очень не знаю очень очень мудрого стою с точки зрения вокала артистизма как артистичность человека который знает как о чем и что он должен делать сын голос и короче говоря это было очень трогательный и очень здорово я прям вот не есть мои эмоции я не знаю мне радоваться тому что он был таким или грустить из-за того что такого больше нет но я его я вообще не знаю но в любом случае это было очень круто если вы знаете еще какие-нибудь крутые их классные вот такие вот выступления с ним и возможно с группой вообще шальники дайте в комментарии я обязательно посмотрю когда приеду потому что я уезжаю вот ровно с учетами завтра подписывайтесь на очень не подписаны ставьте лайк и комментируйте ссылка на то есть с моими реакциями и концертами будет в описании под видео пишите комментарии рассказывать друзьям подписывайтесь на пабли вконтакте на мой сыграть если вы найдете в описании под этим видео и на это выступление тоже всем до встречи всем пока пока